В белом доме прошло заседание правительства. Министры решали вопросы разного характера. В первую очередь поговорили про сельских старост. Теперь это будет уважаемый на селе человек, которому будут платить фиксированную заработную плату. Кроме благоустройства он займется работой с молодежью, сможет помочь с организацией праздников и в итоге станет лучшим другом власти и местных жителей. И от логичного нашего опыта на сегодняшний день федеральный центр принял данную инициативу и уже на сегодняшний день действует федеральный закон о сельских старостах, который мы уже по большому счету сегодня будем приводить в соответствие к федеральному закону. О чем говорит федеральный закон? По большому счету в каждом муниципальном образовании должны ввести на сегодняшний день официальную должность сельского старства, который будет назначаться советом депутатов. Еще один вопрос касался установления административной ответственности за нарушение норм правил благоустройства. Проще говоря, оставил машину в неположенном месте, во дворе на детской площадке или газоне у торгового центра, получишь штраф. Те средства, очень серьезные средства, которые мы вкладываем в комфортную среду внутри дворовых территорий, приводим в соответствие общественное пространство. К сожалению, в общем-то, порой рушится из-за того, что там кто-то решил куда-то что-то не то припарковать. Просто из-за лентарной безответственности. И норма, на мой взгляд, обязательный штраф, а не предупреждение, тоже является такой очень серьезной нормой. И, надеюсь, что очень быстро приведет в чувство всех тех, кто думает только о себе и о том, где припарковать своего железного коня, а не о том, где живут люди. Принят и проект закона, касающегося валежника. Наконец-то разрешили беспрепятственно с 1 января 2019 года собирать мертвую древесину, не опасаясь быть пойманным лесником. В данный закон вносится поправка, которая касается сбора населения Мульяновской области валежника. Это очень резонансный вопрос, который обсуждается уже практически два года активно. Были внесены изменения в лесной кодекс Российской Федерации, в целый ряд нормативно-правовых актов, которые касаются использования недревесных ресурсов, которыми могут пользоваться граждане для собственных нужд на территории Российской Федерации. И в этой связи вносится соответствующая поправка в областной закон. Еще один важный вопрос разъяснял то, куда теперь будут уходить деньги штрафников за нарушение ПДД. Если раньше в областной дорожный фонд поступали 52% от всех штрафов, то по новому закону эта цифра возрастет до 100. В денежном переводе это 390 миллионов рублей, которые будут тратиться на ямочный и карточный ремонт дорог. Да, вносится изменение в закон о дорожной деятельности Ульяновской области. Дорожный фонд дополняется еще одним доходным источником. С 1 января 2019 года все средства, которые поступают в областной бюджет от штрафов за нарушение правил дорожного движения, они будут поступать в полном объеме в региональный дорожный фонд и будут направляться данные денежные средства на ремонтную компанию на автомобильной дороге. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова